Отметить Новый год в теплых странах и на заграничных горнолыжных курортах точно не суждено более 65 тысячам пермяков. Столько жителей региона не смогут покинуть страну из-за долгов по кредитам. На ноябре этого года судебными приставами Пермского края открыто почти 152 тысячи исполнительных производств. На общую сумму более 36 миллиардов рублей. Из них 16,5 миллиардов только за 2018 год. Накануне в Перми был восстановлен знаменитый арт-объект на Камской набережной. Краснобуквенная надпись вновь предстала в своем первоначальном написании «Счастье не за горами». Напомним, в октябре этого года один уличный художник изменил смысл текста, заменив первое слово на «Смерть», после чего сам сдался в полицию и после суда получил штраф в несколько десятков тысяч рублей. Реставраторы арт-объекта сообщают, что новое пермское счастье стало крепче прежнего. Теперь его каркас изготовлен из металлических труб, а сами буквы из влагостойкой фанеры. Праздничное настроение в Кикамье стоит совсем недорого. В Пермском крае можно купить настоящую ель по цене буханки хлеба. Такую информацию распространила региональная Минприроды. Цена приобретения лесной красавицы зависит от ее размера. Если вам будет достаточно елочки высотой до метра, она обойдется всего в 16 рублей 80 копеек. Стоимость ели свыше 4 метров чуть больше 100 рублей. Но чтобы стать обладателем пушистого новогоднего символа за бесценок, необходимо обратиться в местное лесничество, оформить договор и самому срубить елочку в указанном месте. Тех же, кто попытается сделать это незаконным путем, ждет штраф. От 3000 рублей с частных лиц и до 300 тысяч с юридических. Лесные рейды за нарушителями начнутся уже с 17 декабря. Новости коротко подготовил Дмитрий Сидельцев.